Спорт на дожде 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 Я говорю, да, вы победили, вас хвалят, но вам же все время говорят, что вот ребята не надо, ребята не надо. Сергей, вот ты чувствуешь что-то подобное? Да, безусловно, давление есть, давление со всех сторон. Вот именно вот такое, что ты давай нос на не задирай. Да, это безусловно, это все говорят, как начинают родители, заканчивая руководителями команд, поэтому давление чувствуется просто колоссальное. А у Сергея ведь у него особенная история, у него папа, это двукратный вице-чемпион мира, между прочим, по баскетболу, и который и в этой команде тоже в штаб уходил, то есть есть человек, который тебе все время звездолет под затыльники, если что-то не такое. Бывает такое, под затыльники прилетают? Да, он прилетает и под затыльники, но в большей мере прилетают какие-то такие напутствия на игру, всякая помощь, поэтому мне все-таки легче с отцом работать, чем с кем-то другим. Чем без отца. Да, чем без отца. У Дмитрия Кулагина нету в сборной с собой отца, но он тоже большой молодец. Сколько фонарных трешек ты забил в четвертьфинале? Не знаю, мне кажется, я сбил со счета и не обращал внимания на это. Ну да, оно было довольно много, но Диман пришел с медалью. Покажи, пожалуйста, да, мы же сможем это сделать. На самом деле сейчас полез в карман, у нас сейчас не совсем вам это видно. Диман привез бронзовую медаль чемпионата, вот на уровень глаз, подними, пожалуйста. Вот так вот. Да, вот это очень хорошее первое. Дело в том, что сборная России вот в этом возрасте, таких высот, по-моему, вот мы вчера вспоминали, Сборная России вообще никогда, а сборная Союза, вообще давайте вспомним немножко турнирный путь. У нас есть несколько фотографий, давайте можно посмотреть. На групповом этапе было так, достаточно сложно, да, вот еще не все срасталось. Довольно приятно, просто я считаю, что команда не до конца сформировалась, было тяжело в каких-то моментах, но благодаря тренеру, я думаю, мы смогли найти свою игру. То есть сначала было, что у нас там, было три победы подряд, потом поражали? Нет, сначала было две победы подряд. Сначала был очень тяжелый матч с Бразилией, который выиграли за счет трешки на последних минут от Сергея, потом был единственный, в общем-то, проходной матч на турнире со сборной Туниса, там много выиграли, 30 с чем-то очков, и потом было поражение с Поча. Потом поражение с Поча. Подожди, а с Аргентиной это был второй этап уже? С Аргентиной, да, потом было поражение от Австралии, поражение от Аргентины, победа над Латвией единственная во втором этапе, дальше уже четвертьфинал. Я думаю, стоит конкретнее застрять внимание на трехе Сергея, так как именно она отдала нам путевку. Да, да, можно сказать. Ну, там была еще одна треха, скажем так, которая вам дала путевку в четвертьфинал, которая была забита не вашей командой, да, мы сейчас не будем на ней. Я бы хотел остановиться на матче с Тунисом, потому что как раз вот матч с Тунисом сборная России выиграла со счетом 55-101, а 101 это как раз номер канала, на котором мы теперь доступны в сети Акады. Между прочим, это очень важная информация как раз для сегодняшнего дня. Вот, потом давайте вспомним все-таки вот этот матч со сборной США. Ну, невозможно выходить на игру со сборной США, будучи фаворитами. Вы понимали у нас, вот как туда подходили? Или удалось все-таки вот это пройти и проломить, что туда было выиграть? А это какой уровень была сборная США? Это была та самая сборная США, которая представляла всех сильнейших в этом возрасте? Или не совсем? Я не позвольте себе комментарий по поводу сборной США. Конечно, там было несколько отказников, да, топового уровня, которые не приехали на этот чемпионат мира, но все равно это сборная США, которая физически на этом возрасте просто превосходит всех. И даже как бы по этому поводу нет вопросов. Все равно как бы сборная США на любом уровне очень сложно обыграть. Давайте по фотографии посмотрим, потому что это действительно была такая игра. Ну вот, вот ты вот смотрел, да, во многом это твои слова, что у них не очень получалось нападение. У них не получалось нападение во многом из-за странного разыгрывающего Джо Джексона, которого тренер держал, несмотря на все его ошибки, 27 минут. И, ну, в общем, наверное, это заслуга нашей сборной прежде всего, потому что мы как бы заставили их ошибаться и заставили их играть не в их игру. Во многом это произошло из-за того, что вот ребята пахали действительно все время в защите, не теряли концентрацию на протяжении всех 40 минут. То есть, но американцы, да, сыграли свою не лучшую игру, но... Но это их проблема, на самом деле. Да, это их проблема, безусловно. Сборная России сыграла отличную игру. Серег, какое вот что за установка на игру с США была? То есть, что там, прежде всего, вы думали о чем-то. Вот, дефенс-фест была, да, там вот такая защита в первую очередь? Ну, да, была защита, но самое главное было сдержать их быстрый отрыв, потому что все понимают то, что сборная Америка – это атлетичная команда, которая играет все время от быстрого отрыва. Самое главное – не дать им почувствовать уверенность в начале, не дать им забить слэм-данков красивых, чтобы они не поймали кураж. А вот так мы сдержали две, ну, половину выиграли плюс 10 очков, потом в три четверти они догнали, мы все равно играли свою игру, замедляли ее специально, и это нам дало результат. У тебя, вот у Димы, была совершенно, конечно, вдохновенная игра против сборной США. Не могу, я не считаю, что не надо на этом останавливаться. Нет? Мы в последний раз подтвердили, что порядок порой бьет класс, и желание играть, и желание побеждать. Ну, ты должен там еще больше говорить, там, команда, там, тренер, давай, ты должен выговорить вот этот человек, играет 39 минут, льет сколько, 4 подряд, бам-бам-бам, убивает, потом… Правильно, третье правило, все помню, все помню. В начале пара бросков, это дало какой-то толчок изначальный, но если посмотреть концовку, то Влад Трушкин сделал эту игру. Да, в первой четверти Дима набрал 14 очков, как бы дав толчок команде, что можно играть против американцев, а в решающие моменты Влад Трушкин попрал 2-3 очковых броска, и, в общем-то, это были решающие очки. К сожалению, у нас вот уже не хватает места просто, чтобы приглашать еще и еще ребят из молодежной сборной, я думаю, что в следующий эфир мы пригласим еще, потом Гудумака и так пойдем. Да, они же просто вырастут, станут взрослыми звездами, их можно будет регулярно приглашать. Друзья, помимо чемпионата мира, что теперь, что у тебя с клубом, во-первых, ты определился? Ну, Дима, я определился, и мы пришли к договоренности с клубом Московской области БК «Триумф». На данном этапе. Который по случайному совпадению также клуб Сергея. Да, то есть вы теперь... Так что мы стали одноклубниками, и считаю, что для нашего общего развития это очень полезно, было прогрессировать и играть вместе. А мы не обсудили совсем игру со сборной Аргентины, но я, честно говоря, вообще не так просмотрел. Да, это как-то есть место. И совсем, кстати, не обратили внимание на игру со сборной Литвы. Ну, да ладно, Володь, что... А, кстати, Сергей, у тебя, ты остаешься в БК «Триумф», а что с остальными сборными? Есть такая история, что пять человек из этой команды, которые стали бронзовыми призерами, сейчас отправятся в сборную более младшего возраста, потому что Сергею 17, 18 еще не исполнилось. Да, ну, собственно, 93-го года рождения. Да, 93-го года рождения. Как раз так, в который они и должны, по идее, играть. Ну, ты едешь, ты не едешь, это сейчас... Понятно, хорошо, какой-то без комментариев. Нет, я могу дать комментарий, потому что на нас большая надежда, на этих пять человек, поэтому мы поедем, мы будем всячески стараться завивать какие-то медали и достойно показать сборную России. Ну, по-моему, вы уже достойно этим летом, на самом деле, на мой взгляд, отработали. По-моему, это немножко будет лишнее, если парней в одну сборную, в другую, потом в третью, и так до самого. Когда отдыхать, собственно говоря? У вас же после клубного сезона сразу началась подготовка к этому чемпионату мира. Да, обязательно. Да? Да, нужно дать ребятам... Потом снова клубному сезону. Да, но нужно дать ребятам поваляться на пляже. Так, друзья, сколько у нас времени, господин Реша? Где прекрасно? Мы поговорили о чемпионате мира по баскетболу. Для детей до 19 лет. Для детей и юношеской. А, кстати, юниорская сборная или юношеская? Вот как вы так считаете? Я думаю, юниорская. А Ю-19? Ю-19, я ставил на это. Окей, да. Мы поговорили, а теперь со всеми, всей же этой компанией будем обсуждать остальные новости спорта, которые приходят нам на разные ленты. И о чем мы хотим вам рассказать? Это «Спорт на дожде». Бэм! «Спорт на дожде». Так, Глеб Дворецкий рассказывает нам, представляет сводку новостей сегодняшней. Ну да, наверное, о футболе прежде всего, потому что Аргентина все-таки наконец-то сумела обеспечить себе выход в плей-офф Кубка Америки. Выиграла она у Коста-Рики со счетом 3-0. И таким образом все-таки сломила вот этот шквал критики, который обрушился на нее во время домашнего чемпионата Южной Америки или Кубка Америки, как его более правильно называть. И вот, что важно, заиграл наконец-то Лионель Месси, потому что он поучаствовал во всех трех забитых мячах. Наконец-то он начал давать те передачи, которые от него ждут. И вот вопрос к ребятам. Как играть в такой ситуации удобнее, когда все вокруг тихо и спокойно, когда идет все очень хорошо, или когда начинается критика, тренер начинает подгонять болельщики недовольны. Может быть, это дополнительно заводит вот такую ситуацию. Вот Месси это завело. Понятное дело, что пока на вас, наверное, нет такого давления, как на Лионеля Месси, но оно будет рано или поздно. Я считаю, что он не зря стал тем, кем он есть, и не должен опускаться до такого уровня и такой ситуации, чтобы так о нем говорили, это, я считаю, недопустимо. Ну, а вот вам самим, вот как проще играть, когда нет никакого давления со стороны, или когда вот что-то складывается не очень хорошо и нужно напрячься дополнительно? Вопрос Сергея. Я думаю, что лучше все-таки играть, когда нет никакого давления, потому что, когда перед тобой ставят какие-то цели, ты просто начинаешь на ней сконцентрироваться, тебе это, ну, просто мешает очень. А так, ты играешь расслабленно, в свое удовольствие, и я думаю, это намного удобнее так. Вот Сергей, 18-летний игрок, он еще не научился, потому что, чтобы стать большим игроком, 17-летним, чтобы стать большим игроком, нужно уметь и любить играть под давлением, чтобы начать выигрывать большие матчи. А, ну, тебе же все, что, ты играешь по-взрослому, в 17-летнем он играет на ПБЛ, то нет давления, то есть ты забиваешь, убиваешь Спартак своим трех очков, и все, и там, когда это чудо, это чудо, это чудо. Никто от тебя ничего не требует. Так что, это еще придет. Еще пару лет, и давление начнется и на тебя. Что у нас какие есть? У нас нет видео? У нас есть видео. Должно быть, по крайней мере. Да, давай. Но сегодня на Кубке Америки там еще будет два матча. Уругвай, Мексика, Чили, Перу. Будут выяснять, кто из этой группы выйдет дальше. Там шансы есть у всех, кроме Мексики. Но, наверное, на футболе-то мы не будем больше останавливаться, потому что есть тема велоспорта, которую тоже можно с ребятами очень хорошо обсудить. Там, тем более, допинг замешан. Но, я надеюсь, ребята чисты на 100%. Да, это спорт на дожде. Итак, Тур-де-Франс, очередной допинговый скандал. К сожалению, не обошел он стороной российских гонщиков. Александр Колобнев, велопрофи команды «Катюша», вынужден был сняться с состязаний. А все дело в том, что у него в организме обнаружили запрещенный препарат. Вообще, это мочегонное средство, которое применяется, как правило, для того, чтобы скрыть следы применения допинга. И по правилам Международного союза велосипедистов Колобнев мог принимать участие в Тур-де-Франс. Он после девяти этапов занимал 69-е место в общей классификации. Но из уважения, как он сам сказал, к организаторам гонки и к собственной команде он решил пока прекратить, приостановить свое выступление на самой престижной веломногодневке мира. И ждет теперь результата пробы «Б». Но уже появилась информация на то, что его уволили из «Катюши». Потом эту информацию он сам опроверг. Сказал, что нет, никакой контракт сегодня не разрывали. Более того, руководство «Катюши» полностью уверено в том, что он не виновен, что запрещенный препарат попал в его организм каким-то случайным образом, и поэтому указать поддержку. Там, по-моему, просто нет механизма. Увольнение не имеет смысла до пробы «Б». Если будет пробы «Б», то он автоматически уволен. Конечно, пока он не считается виновным спортсменом. Просто если пробы «Б» тоже будет положительным, тогда 5 годовых зарплат своих. Или месячных, я слышал, наверное, годовых. Это как-то слишком жестко, мне даже показалось, чересчур. Но это контракт с профессиональной командой, будет брать кредит, продавать машину и выплачивать. Вот тему, вы уже пересекаетесь, если вы пока играете по молодежи, ну, то есть на взрослых соревнованиях только в клубах, там допинг-контроль вообще в вашей практике. Присутствует, это самый чемпионат мира, это было очень ярко. Я считаю, что во всех профессиональных командах должен быть доктор, который должен следить постоянно за этим и не допускать каких-либо препаратов или средств, которые могут... Нет, ну тут же разговор уже о квалификации доктора. А что, правда ведь такая ситуация, да? Вот насморк, нельзя применять никакие капли самому, сразу идем к доктору, и только вот то, что он разрешит. Регламент, и в нем все прописано, что можно, что нельзя. Нет, я имею в виду, что вот, ну, простудился. Взял из домашней аптечки какое-нибудь средство, выпил, принял, вылечился. Так и делается, наверное, на профессиональном уровне. Не знаю, возможно, в каждом спорте есть какие-то свои отдельные правила и свои какие-то... Нет, ну вот просто реально, вот на этом чемпионате мира, как вы пересекались в допинг-контроль? Или просто там несколько раз было, или там кого-то выборочно брали, отправляли, так сказать, сдавать анализ? Нет, я все время спал на допинг-контроль, отец и дети. Постоянно, в ожидании допинг-контроль, постоянно спал. То есть, несколько раз всех, или вот, так сказать, отличишься ли? Два человека выборочно после каждого матча. После каждого матча, обязательно с каждой командой два человека выборочно. А нет схемы такой, как в велоспорте, в том же самом, неожиданный контроль во время тренировочных дней, во время отдыха, когда могут прийти эти инспекторы ВАДА и взять короткий анализ? Нет, скорее всего, это не так серьезно. Ну, просто у нас немножко другой вид спорта, не настолько химические виды спорта. Ну, а в продолжение, кстати, темы, чемпионат мира по водным видам спорта стартует 16 июля в Шанхае. И тут разразился очередной скандал. Китайцы, даже после того, как они организовали Олимпиаду в Пекине, никак не могут должным образом создать ту инфраструктуру, которая необходима спортсменам. И вот сейчас большинство участников чемпионата отказываются употреблять в пищу китайское мясо, потому что оно выращено с помощью стероидов. Как они считают. Упоминается кленбутерол. Знакомый, кстати, вам, ребят, препарат? Пока нет. Мы спалили сейчас. Говорят, что он помогает набирать мышечную массу, хотя и от умных людей слышал, что наоборот его применяют для сгонки веса, в первую очередь. То есть этот препарат используют для сушки организма? Нет, нет, нет. А в данном случае коров или каких-то? Ну вот так вот написано, что кленбутерол на китайских фермах применяют для того, чтобы тушки были больше. Так, и как это связано со спортсменами? А так что, если они будут есть это мясо, то этот препарат может попасть им в организм, и они будут дискулицированы на 2 года. То есть ждет судьба пилота, велогонщика кайфу. Я, честно говоря, ждал, что эту тему мы разовьем разговором о питании, о том, как было организовано питание на чемпионате мира. Получается, что опять на допинг сваливались. Ну, кстати, питание, да, почему нет? Вот эксперты ФИНа, да, вот это Международная Федерация Водных Видов Спорта, рекомендуют всем участникам питаться только в аккредитованных, проверенных ресторанах, при отелях желательно. Вот на чемпионате мира по баскетболу были какие-то рекомендации? Или как-то сборная ограничивала, в столовую одну загоняла? У нас отдельная история была с этим. Мы приехали в Алмиеру на первый этап, питались все аккредитованные столовые, но буквально через три дня вся команда, ну, не вся команда, в большей половине команд лежало с отравлением, многие с температурой, и постоянно болел живот, и мы не знаем, в чем это связано. Причем не только сборная России, но там были проблемы у других команд, которые проживали в этом отеле. Поэтому так не только сборная России, но и журналисты. И был много лет назад скандал с ЦСКА, да? Это в Греции, по-моему, романули команду. Это совершенно другая отдельная история, это умышленное отравление. А папа же поучаствовал в той истории, да? Да, да, поучаствовал в той истории, как раз лежал в больнице. Но это совершенно другое, это злой умыш. Мы говорили, да, там, что накачали бутылки через шприце, это там... Ребята, а вот по поводу питания, вот когда, допустим, уходите в отпуск, вам тренеры дают какую-то схему, диетологи расписывают, как нужно себя вести, и именно не физические нагрузки, а именно то, что есть. Да, безусловно, расписывают. Даже в том же контракте прописаны пункты, которые ты имеешь право, чем питаться, чем не имеешь. То есть эклеры жирно вычерпнуты прямо в контракт? Да, сразу фасут. Но, конечно, перед каждой тренировкой, наверное, нет. Не-не-не, это в Триуфе особенная история. Там штрафуют за то, что ты ходишь в Макдональдс. Ну, можно так сказать. Там просто диета у всех мордей, все такие, небольшого размера, и надо придерживаться. Такая у меня стройная стройная. Да, тебе теперь в новую. Так, друзья, у нас есть еще небольшая новость и короткое видео. Давайте посмотрим. Это, собственно говоря, первый день. Вы знаете, что All-Star Weekend есть не только в NBA, но и в бейсбольной лиге тоже есть такая All-Star Game. Мне кажется, она должна несколько дней идти. И вот какой конкурс идет перед этой. Это Home Run Derby. Вот оно вчера прошло. Вот мне, честно говоря, хотелось вам показать, какие бывают красивые вещи. Что люди приходят и просто смотрят, как люди колотят Home Run. Там достаточно специфическая такая... То есть очень долго можно стоять и колотить. В общем, там один товарищ выиграл. А как выиграть-то это? Ты понимаешь? Ну, там это в плей-офф идет, и вот пара на пару люди выходят, и, значит, один пока не... Причем они останавливаются, когда ты вот ударил по мячу, и он у тебя не улетел на Home Run. Вот так можно здесь и делать 10 раз. То есть не то, что промахнуться можно сколько угодно. В общем, длинная история. Народ с удовольствием туда, конечно, туда ходит. Это меня не укладывается в голове. Там в Фениксе сколько там? Тысяч 40, наверное, было. И все, конечно, хотят... Огромное количество народу ловят эти шальные мячи. Причем здесь вот Питчер — это твой партнер. Питчер здесь не может тебя обмануть. И как раз Робинсон Коу, по-моему, выиграл эти соревнования. Ему подавала его папа. Вот сейчас, по-моему, мы посмотрим его удар, который улетает прямо аж... В общем, вот что такое? Нравится вам такой стадион, где огромные такие экраны? Вообще, у тебя такая большая история. Майкл Джорн выиграл бы это соревнование, как считаю. Слушай, ну, он очень много над этим работ. Вот, Карти, я вот это хотел показать, вот куда прилетел меч в итоге. По-моему, очень забавно. Вот этого, я считаю, нам очень не хватает в ПБЛ на наших аренах. Это бассейны, где плавают девчонки. Лучше фанатов побольше, я думаю, видеть на играх. Лучше фанатов. Хорошо, это ты очень серьезен, но очень грустную тему сразу пришел. Мы, да, нам уже пора прощаться. Вот просто даже короткая история. Американский спорт и американская лига для вас — это цель в жизни? Вот для тебя, Сергей. Ты можешь просто ответить «Да» или «Нет». Вот ты мечтаешь, чтобы «Да» американская лига? Да. Да. А вам, молодой человек? Я считаю, что любой спортсмен с раннего возраста мечтает попасть в НБА и заиграть там. Хороший ответ. Мы с вами об этом еще поговорим. Друзья, это был «Спорт на дожде». Это был в таком очень, опять, необычном и странном формате. Наши сегодняшние гости — Владимир Спивак. Игроки сборной России по баскетболу до 19 лет. Сергей Карасев и Дмитрий Кулагин. А я, Дмитрий Матеранский. Спасибо большое, что были с вами. Это «Спорт на дожде». Пока. Спорт на дожде.